В наше время широко известно множество разных мантр, начиная с мантры Ом, кончая Харе Кришна Махамантрой. Много мантр есть в Шиваизме, Буддизме, а также в некоторых других обществах, Бхакти-йоге, Крия-йоге и других видов йоги. Чаще всего мантры произносят на санскрите. На этом языке, на санскрите, общаются полубоги с райских планет нашей Вселенной. На райских планетах действует закон двойственности, как и во всей нашей Вселенной. Гунны страсти на райских планетах гораздо-гораздо меньше, чем на нашей, поэтому живые существа живут там гораздо дольше, чем у нас. Но райские планеты все же это не духовный мир, а это материальный мир. В наше время широко пропагандируется следующее, что если санскритские слова произносить правильно и с правильной длительностью, то только тогда можно получить желаемый положительный эффект. Также говорится, что, дескать, в Кали-югу нет истинных брахманов, которые могут произнести правильно санскритские мантры, поэтому запрещены жертвоприношения животных, как это делали в два вара-югу. Другими словами, вся проблема в правильном произношении санскритских мантр. Такое знание можно получить также из книг Прабхупады. Давайте с вами, дорогие друзья, заметим следующее, что для правильного и положительного эффекта мантр более важна гуна благости и желания человека, чем правильное произношение. Давайте теперь поясним эту позицию подробнее. Еще раз. Для правильного и положительного эффекта мантр более важна гуна благости и желания человека, чем правильное произношение. Если какой-то иностранец будет говорить что-то по-русски, с большим акцентом, и не особо правильно выговаривая слова, его все равно можно будет понять. Но всегда в первую очередь важны намерения человека, его желания, а потом уже приходит внешняя окраска этих желаний в виде звуков, речи, поступков. Также в случае с санскритом. Даже если человек произносит слова на санскрите с каким-то акцентом, боги и управляющие полубоги с райских планет смогут его понять. Боги могут понимать и ваш родной язык, а не только санскрит. Но более важным является желание человека, его намерение. Можно приводить массу примеров на эту тему. Итак, Прабхупада приехал в Америку. Благодаря его проповеди и пению Харе Кришна Махамантры, некоторые наркоманы перестали принимать наркотики. Но потом эти наркоманы и другие люди помогли Прабхупаде организовать большое международное общество сознания Кришны. В этом обществе очень быстро зомбируют массы людей, отключают их умственную деятельность и быстро меняют их представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Люди добровольно становятся рабами Прабхупады, готовыми исполнить любое и любое желание, и они не способны анализировать Писание, а только все запоминают. И все это вот, все вот это вышеназванное в обществе называется преданным служением Верховному Господу. Такой показатель – это очень отрицательная характеристика любого общества. Некоторые люди хотят теперь такой эффект объяснить тем, что, дескать, проблема в том, что люди неправильно выговаривали санскритские слова этой мантры. Именно поэтому произошел такой отрицательный эффект. Безусловно, Харикришна Махамантра, которую дал Прабхупада, является оскорбительной, поэтому груз греховных реакций рос день от дня. Но обратите внимание, что основа этих греховных реакций – не произношение этой мантры, а именно текст, который не соответствует основному закону духовной науки. Но этот текст мантры Прабхупада дал по собственному желанию. Он не хотел его проверять на соответствие этому закону, хотя он о нем знал, и даже приводил его формулировку в своих книгах «Ачинти Абхеда Абхеда Татла». Почему Прабхупада не хотел проверить эту мантру на соответствие этому закону? Возможно, потому, что он видел, как разбогатело общество Гаудиаматх, его гуру Бхактивиданта Сарасвати. И в этом обществе повторяли эту оскорбительную мантру, и Прабхупада также себе хотел заработать большую славу и богатство. И действительно, в итоге из своей проповеди Прабхупада стал одним из самых богатых людей на планете, и очень популярным. В этом смысле он превзошел своего гуру во всех, вообще во всех любых формулировках и смыслах. Во времена Прабхупады, Прабхупада просто брал, знаете, пожертвования от всех богатейших людей мира. От любых мафиози, воров, убийц и так далее. В наше время мировая элита, главные масоны, сатанисты этого мира восхваляют и принимают это общество, финансируют его, вводят учения Бхагавадгиты в общеобразовательные программы и еще много прикольных вещей, да, в кавычках. А такая характеристика для религиозного общества является полным провалом миссии Господа Чайтании. Почему? Подумайте сами. Если разные богатейшие люди мира принимают и поддерживают это общество, значит они им и управляют. И это общество служит их целям, а не миссии Господа Чайтании. Нежели отождествлять царя Пратопарудру во времена Господа Чайтании с богатейшими людьми нашего времени? Нельзя. Это будет оскорбление такого великого человека, как царь Пратопарудру. Итак, в фильме «Бог богов Махадев» показано много примеров, многосерийный фильм, показано много примеров, как разные живые существа, люди, полубоги, демоны какие-то, совершали аскезы Господу Шиви, Господу Брахме и Господу Кширадакаша и Вишну. В фильме его называют просто Вишну. Повторяю мантры, то есть они повторяли мантры этим богам. Чаще всего такие живые существа делали это в местах уединений, концентрируясь только на произношении мантр. После их суровых аскез перед ними являлись боги, которым они совершали аскезы. Эти боги спрашивали их о даре, который те хотели бы получить. В этом фильме показано, что даже когда боги одаривали этих живых существ, желаемые для них дарами, но потом, в конечном итоге, эти дары не приносили им пользы. Или просто, как вам объяснить, они были просто направлены на получение личной материальной выгоды. И смысл таких историй не в том, что нужно правильно произносить мантры, или добиться того, чтобы боги лично являлись перед вами, а в том, что нужно развивать правильные желания, истинное знание и понимание духовной науки. Поэтому в фильме показано, какие потом происходили несчастья с теми, кто просил о даре и получал этот дар только для удовлетворения своих низменных желаний. Поэтому в первую очередь любому человеку нужно стремиться развивать хорошие человеческие качества и бороться со своими низкими желаниями. И это является первой ступенью духовной науки. Еще раз. Первая ступень духовной науки – это стремление развивать хорошие человеческие качества и стремление бороться со своими низменными желаниями. Итак, поехали дальше. Могущественные боги устроили так, что на нашей планете во времена СССР в СССР люди строили социалистическое общество. Тогда в людях взращивали хорошие желания, то есть построить бесклассовое общество ради блага всех живых существ, провозглашали мир во всем мире, учили ценить труд людей любых профессий, было бесплатное образование и медицинское обслуживание для всех людей. Людям давали землю бесплатно, общежития давали бесплатно, квартиры давали бесплатно, не было безработицы. После обучения в каком-то техникуме сразу же людей распределяли по стране, кто куда поедет работать. Поэтому многие люди чувствовали себя не рабами и неповелителями, а просто такими, как сказал Горький. Человек – это звучит гордо. В таких условиях социализма у людей была потребность к возвышенным целям. Кто-то хотел достичь высот в науке ради блага всех людей, а не ради собственной наживы. Кто-то хотел получше накормить людей хлебом и ценил свой труд и других людей, и он был счастлив, работая пекарем, да, допустим. Можно приводить, короче, много таких примеров. Я надеюсь, понятно, что я хочу сказать. Важно, что в то время многие люди ценили труд других и свой собственный труд. В стране воспитывалось в людях качество, такое как трудолюбие во имя себя и других, а не только во имя себя и во имя своей семьи или там своей жены. Ну, понятно, да? Но, к сожалению, в результате оскорбительной проповеди общества сознания Кришны над нашей страной лег тяжелый груз греховных реакций, и социализм в итоге рухнул, не выдержав этот груз. Я уже говорил неоднократно, что общество сознания Кришны и многие другие религии контролируются сатаной и его помощниками. Поэтому к таким тяжелым последствиям и привела проповедь этих религий в нашей стране, когда все эти религии ворвались в СССР. В таких условиях у людей очень быстро исчезают хорошие человеческие качества, несмотря на то, что теперь много людей повторяют разные мантры и молитвы. Если люди сходят с первой ступени духовной науки, тогда и чтение мантр не приносит никакого положительного результата. В фильме «Бог богов Махадев» на гейссеринном индийском фильме представлены разные истории об Индре, царе райских планет, и об управляющих полубогах Вивасване, Чандрадеве, Агнедеве и многих других. Сейчас мы с вами не будем подвергать анализу все эти истории. Отметим только то, что все эти управляющие полубоги в совершенстве владели санскритом. Это примерно так же, как любой человек, который с детства разговаривает на своем родном языке и изучает грамматику языка. Поэтому не стоит сомневаться в том, что управляющие полубоги не знают мантр на санскрите. Эти полубоги общаются даже с могущественными богами во Вселенной, и тем не менее, дорогие друзья, они допускают разные ошибки, за которые им потом приходится расплачиваться по закону кармы, потому что закон кармы не обходит ни Бога, ни нас с вами, ни полубогов. Другими словами, владение в совершенстве санскритом какими-то мантрами не гарантирует человеку обретение хороших качеств, которые необходимы для развития любви к Богу и возвращения домой в духовный мир. Понимаете? Нужно понимать, что просто повторение любой мантры с желанием, чтобы вас сняли оскорбления, грехи и так далее, чтобы вы обрели любовь к Богу и чтобы вам помогли вернуться в духовный мир не дает такого эффекта в силу того, что в материальном мире живым существам обеспечивается большая свобода действия, чем в духовном мире. Если сказать это более прямо, то никакая мантра не работает, если у человека есть плохие желания. Смысл плохих желаний в том, чтобы стремиться развить богатство, вожделение, славу или власть для собственного удовлетворения, причиняя зло себе и другим. Как показывает практика, соблюдение четырех регулирующих принципов Прабхупады и повторения Харе Кришны Мухамантры все равно не гасит этих желаний, а только их усиливает. Итак, никакая мантра не работает, если у человека есть плохие желания. Поясним немного этот момент. Во время повторения мантры у вас может быть только это желание, о котором выше было сказано развить любовь к Богу и вернуться в духовный мир. Но после повторения мантры в процессе жизни ваши желания все время меняются, и Параматма прекрасно понимает, какие желания у вас преобладают. Поэтому в конечном счете Параматма и помогает вам понять, какие желания для вас являются губительными. Параматма – это Господь в сердце каждого живого существа. Или это ангел-хранитель по-русски. Кто не понимает, что такое Параматма, кто такое Параматма, да? Ну, надеюсь, это все просто понять. Параматма помогает вам понять, какие желания для вас в конечном счете являются губительными. Параматма помогает вам избавиться от губительных желаний. Но для этого, внимание, для этого вам нужно попытаться прислушаться к своим состояниям. Для этого вам нужно анализировать ваши желания и пытаться получать неоскорбительное духовное знание. Вам не нужно думать так, что если я каждый день считаю какую-то мантру и прошу Господа снять с меня грехи, дать любовь к Богу и в конце жизни вернуть меня в духовный мир, то все это обязательно исполнится, как по волшебной палочке. Ваши желания играют большую роль, огромную роль. Они играют большую даже, понимаете, они играют намного большую роль, даже чем повторение самой мантры. Именно эти желания не дают вам выйти на близкий контакт с Параматмой. А действовать правильно вы сможете только выйти, как сказать, только когда вы вышли на контакт с Параматмой. Чтобы быстрее обрести любовь к Богу, вот именно за этим нужно обращаться к Параматмой. Вернуться в духовный мир, именно за этим обращаться к Параматмой. На самом деле, пока вы не поймете на собственном опыте, какие ваши желания являются губительными для вас, и на уровне вашего разума серьезно не захотите от них избавиться, повторение любой мантры не имеет никакого смысла, потому что в конечном итоге побеждает ваше какое-то плохое сильное желание. И пока благодаря разуму, а в худшем случае, благодаря боли, сильной боли, пока вы не захотите навсегда расстаться с плохими желаниями, мантра не будет иметь никакой силы. Например, у родителей есть капризный ребенок, родители его все равно любят. Они особо радуются, если он сделает что-то хорошее. Но чаще всего, если капризный ребенок что-то хочет и ему не дают, он будет орать во все горло и требовать, чтобы исполнили его желание. Вначале родители попытаются ему объяснить, почему они не могут исполнить его желание. Но в конечном итоге родители устают ему это объяснять и могут исполнить его желание. Но иногда, если желание совсем не идет ни в какие рамки, то его наказывают. Примерно так ведет себя параматма по отношению к любым вашим желаниям. Параматму радует ваше служение Богу, если вы это делаете без больших оскорблений. Но в наше время это сделать очень трудно из-за большого влияния массовых религиозных организаций. Но тем не менее, важно, что плохие желания все равно могут преобладать. Поэтому нужно внимательно относиться к своим желаниям, анализировать их и серьезно задумываться над тем, стоит ли прикладывать массы усилий для исполнения ваших желаний. Иначе это может принести вам и другим живым существам очень много горя и ни капли радости. Чтобы людей на уровне разума защитить от плохих желаний, могущественные боги зашактили людей в Индии снять фильмы Махабхарата, Бог богов Махадев, Сита и Рама и т.д. В этих фильмах, безусловно, масса и масса ошибок. Но есть одно большое преимущество. Люди еще могут хоть как-то анализировать фильмы. Но писания они принимают без всякого анализа, как высшую абсолютную истину. Но так как писания, дошедшие до нас, сильно искажены, то не имеет смысла их принимать полностью. Поэтому в наше время можно получить больше пользы от просмотра и анализа этих фильмов, чем от чтения искаженных писаний. В фильмах представлены типичные характеры людей. Поэтому любой человек может понять, кто из героев ему ближе, и увидит результаты действий этих героев. У Лермонтова, например, есть произведение «Герой нашего времени». Но в этих фильмах представлено очень множество героев и типичное для них отношение к Богу. Это справедливо абсолютно на все времена, а также справедливые результаты их желаний. Поэтому, дорогие друзья, если вам действительно интересна вся эта тема, смотрите эти фильмы, анализируйте их, пытайтесь найти вам близкую, характерную для вас ситуацию и посмотрите, каким последствиям все это может приводить. Но сразу заметим, что не все истории показаны правильно и не всегда правильно показаны некоторые результаты желаний. Поэтому лучше всего начать обсуждать эти фильмы в интернете со знакомыми и так далее. Потому что все-таки, когда идет массовый анализ, когда много людей пытаются ситуацию анализировать, много мнений, много разных точек зрения, в такой ситуации намного проще понять, где правда, где истина. Поэтому, дорогие друзья, развивайте разум и стремитесь к хорошему. А плохое отвергайте. И желаю вам удачи на этом пути. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!